Незаконные переселенцы из Армении и стран Ближнего Востока полностью покинули села Забух и Сус Лачинского района, сообщают армянские СМИ. Завтра город Лачин и прилегающие села должны быть переданы под контроль Азербайджана. Переселение проходило под контролем российских миротворцев и пожарных расчетов, чтобы избежать очередных поджогов на азербайджанских территориях. Несмотря на это, подобные случаи фиксировались. Конечно, нам сложно покидать эти территории, но другого выхода нет. Я покинула село в прошлую субботу, но хотела вновь посетить его, однако меня не впустили. Говорят, что въезд в село полностью ограничен. Теперь мы можем видеть эти места только издалека. Гаяне Саханян признается, что была переселена в Лачинский район Азербайджана 15 лет назад. По ее словам, большинство незаконных переселенцев покинули село Забух до 20 августа. Правительство Армении, жалуется Саханян, обещало выплатить компенсацию и обеспечить новым жильем. Но теперь представители официальных структур перестали отвечать на звонки. Мы жили на этой земле почти 25 лет. Нашу семью переселили сюда в 1998 году. У нас было много соседей-переселенцев, более 30 семей. Привыкли к этим местам, уходить не хочется. Многие разрешают все, даже то, что построили своими руками. Все, что смогли, мы взяли с собой. Разбежались кто куда. Надеюсь, устроится врачом на новых местах. Я больше 10 лет работал здесь врачом, а жена учительницей. Теперь попытаемся устроиться на других территориях. Лачинский район был освобожден от армянской оккупации еще 1 декабря 2020 года. Тем не менее, в самом городе Лачин и близлежащих селах продолжали жить незаконные переселенцы, в том числе с Ближнего Востока. После того, как Азербайджан в рекордные сроки построил свою часть дороги в обход города Лачин, страна в очередной раз проявила акт гуманизма, предоставив армянам достаточно времени для безопасной эвакуации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова